Всем привет! Добро пожаловать в новое видео, в традиционный рождественский влог, который вот уже 8, а то и 9 лет подряд каждый год появляется на моем канале. Я уверена, что влог вам очень понравится, присаживайтесь поудобнее и будьте готовы к тому, что это одно из самых душевных и трогательных видео за этот год. То, что вы сейчас видите, это наша семейная традиция, которую я придумала сама и она настолько принялась, что каждый год все наши родственники, которые живут недалеко и которые могут приехать, обязательно находят один свободный день перед Рождеством где-то за неделю для того, чтобы собраться в нашем доме и вместе нарядить большую живую елку. Иногда мне кажется, что я могу утомить своих близких своими идеями, тем, что я постоянно выдумываю, всех куда-то зазываю, собираю, но знаете, никто не отказывается и все с удовольствием приходят и для меня это главный показатель. Это остается в памяти, это настолько здорово. Я тоже советую вам самим что-то организовывать, придумывать, потому что порой никто, кроме вас, этого не сделает. Мы собираемся, наряжаем елку, пьем чай, кофе, общаемся, едим что-то вкусненькое и в это воскресенье как раз был финал чего-то там по футболу, поэтому мы совмещали приятное с полезным. Кто-то смотрел футбол, кто-то наряжал елку, в общем все остались довольны. И это Рождество я ждала очень сильно еще и по той причине, что ко мне приедут мои родные из Украины, те кто может, но я верю в то, что скоро мы все, вся наша польско-украинская семья сможет собраться у меня дома в спокойное мирное время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА не стрелять он очень близко если Эмилиан Мартины оброни который будет стрелять если он оброни то есть когда они стреляют то есть тогда мы стрелялись жене и Юг ну давай тянет детей веселье в снегу пока он еще есть Юйке очень нравится минус 15 это вообще просто идеальная температура для собаки, как оказалось домой загнать невозможно боже, я давно так не смеялась она просто вокруг своей оси тягает санки вообще не дает кататься детям у нас есть несколько новых шариков я купила еще пару в Австрии, но я забыла их в рюкзаке у Шимона мне никуда было положить ничего, заберу на следующий год мальчики выбрали вот такой шар польша, это стеклянные ручные работы и было еще два футбольных один их случайно разбил но ничего, будет на удачу или на счастье и вот такой остался футболисты же также повесила свои звезды вот эти с камушками и с бисером а маленькие соломенные помните, я покупала ой, они вообще так неудобно вешаются хотя легкие вот такие побольше, как-то лучше ну, такое лучше где-то для декорации использовать, наверное вы заметили, что в этом году популярны щелкунчики они прямо везде и свекровь подарила мальчикам несколько щелкунчиков Дед Мороз уже тоже стоит и девочки, в подсвечнике у меня не настоящая свеча она на батарейках я купила ее в Юске и она очень классная есть большие и маленькие это большая и очень удобно то, что можно поставить таймер и она сама будет автоматически включаться в определенное время суток и при этом еще и безопасно у нее вот такая штучка внутри как огонек что уже засыпало ее нужно протереть в общем, она шевелится и создается ощущение того что там настоящий огонь Томак даже сразу не понял вот у меня еще есть такая же маленькая свеча видите, язычок шевелится это мне подсказала мама одноклассника одна-то я у них увидела мне очень понравились она говорит мы перепробовали массу таких свечей эти самые классные они тоже не были дорогими вставляешь батарейки и все очень атмосферно повесили и гирлянду я обыскала весь дом не смогла найти большой шар поэтому в этом году будет только одна снежинка вторую дала свекрови одолжила говорю, все равно не буду использовать в этом году она ее прикрепила на окно просто будет вот такая зеленая если успею и будут силы то еще повешу огоньки но это не точно у нас и так уже столько всего светится дома это, между прочим, та хвоя которая очень сильно осыпается но даже это меня не останавливает каждый год думаю нет, наверное, уже не стану вешать но без гирлянды не то пальто так что снова она есть и у нас здесь аж трехметровая такая большая повесила уже веночек в этом году у меня снова получился такой коричнево-ванильно-золотисто-натуральный и он хорошо подходит к моим звездам из юска хотя, наверное, на самом святой вечере я достану свои мини-подсвечники золотые с зеркалами у меня их три но венок тоже будет смотреться хорошо и потом, когда он засохнет это произойдет потому что хвоя натуральная я снова поотрываю то, что можно будет снять мы с Настей так делаем то, что сохранится там не испортится от клея и на следующий год будем использовать повторно остался один день до приезда гостей и день до самого праздника и хотите прикол? до сих пор нет подарков для детей я заказала их за две недели и я вообще не ожидала что фирма из Кракова будет доставлять так долго я вчера уже не выдержала позвонила можно сказать даже поскандалила не сильно ругалась но это супер неприятно если бы я знала, что так получится и вообще они находятся в 15 минутах езды от нас я вообще поехала бы и все забрала бы посылку потеряла где-то почта почему они отправили почту каким-то почтовым, типа, курьером вчера выясняли это все но сегодня до сих пор подарков нет очень весело все остальные есть неприятно я не знаю, успею ли я вообще что-то купить им, потому что они там запросили шапки конкретной футбольной команды футбольный мяч и, кстати, я вчера уже посмотрела этого нет в наличии то есть я онлайн даже не могу это докупить в общем, вляпалась я не по своей воле сейчас сижу, отдыхаю немножко потому что утром специально пораньше проснулась накормила детей отправила в школу последний день сегодня выгуляла юки конкретно так потому что вчера мы нормально не погуляли шел какой-то дождь такой вообще, слякать под ногами так что по-быстрому ее выгуляла и сегодня мы наверстали упущенное она спала 4 часа, пока меня не было я пришла, она такая сонная вообще и я 4 часа ездила по продуктовым магазинам так получилось, что у Томыка сегодня много работы вчера он вообще был в Варшаве я тоже тут занималась домашними делами вообще есть хоть это да, есть место на карте памяти я не успеваю следить зачем я что-то зарядила не зарядила очень много бытовых дел еще нужно убраться я без понятия, как я все успею и ходила 4 часа по продуктовым магазинам очень много людей, понятное дело и что меня удивило вот например, в Лидле вообще закончилась вся рыба вообще нет рыбы свежей только замороженная закончился мак я нигде не могла купить грибы я объездила несколько уже маленьких продуктовых магазинов чтобы найти сушеные грибы что происходит? то ли меньше привезли в магазины всего то ли все заранее затарились и я в последний момент бегала но я хотела купить, знаете более свежую рыбу более свежее мясо чтобы еще срок годности был там на несколько дней а тут получается я приехала и обалдела много чего нет но, к счастью, я все купила там куча пакетов на фоне и кто бы это все разложил за меня сейчас, наверное, попрячу мясо рыбу что-то, что может испортиться покупала замороженную малину потому что мне надо ехать дальше нет сил даже переодеться из спортивного костюма а мне сейчас надо ехать на благотворительную ярмарку в школу как-то в последнее время очень часто привлекают родителей вызывают в школу то представление то родительское собрание то еще что-то и вот так вот ну каждую неделю нужно присутствовать в школе я что-то такого не припоминаю дети готовились делали разные поделки готовили что-то там выпекали и сегодня это все можно будет купить на благотворительной ярмарке не только их поделки вообще детей из разных классов и в этот раз они собирают снова на знаете что на колодец в Африке они один раз собирали собрали потом они на помощь Украине собирали деньги не просто собирали а именно как бы благотворительная ярмарка была можно было приобрести там разное вот и сегодня снова на помощь людям в Африке так что надо ехать еще знаете целый квест найти где-то мелкие деньги а то банкомат выдает крупные банкноты а в магазине не хотят поменять в общем тоже за вот этим ездила какой-то такой абсолютно дурацкий день хотелось бы запаковать подарки ну наверное займусь этим вечером и не знаю посмотрим может я не буду ничего креативного делать потому что мне просто нам просто хочется отоспаться завтра приезжают родственники поэтому я хотела бы быть бодрячком уже завтра вместе это сделаем буду смотреть по обстоятельствам знаете не заставляю себя делаю то что нужно остальное насколько хватает сил сейчас покажу вам поделки которые вчера мальчики принесли со школы конечно они часть приносят просто если бы мы делали такое в школе я была бы на седьмом небе от счастья смотрите еще в блесточках все Игнат показывал свой эскиз на бумаге и потом уже только это все переносил на такую деревяшку краска это все делала потом мне рассказывала как он еще блесточками покрывал тоже несколько видов здесь несколько цветов а это Захар нарисовал только он не сказал что это но по-моему это какой-то звереныш в лесу елки узнаю и понимаю снег очень прикольно можно повесить в детской комнате и я стараюсь хранить не все прям знаете но какие-то такие поделки с самого детства собираю в отдельные коробочки и когда они подрастут если им вообще это будет интересно но мне как маме это надо я им покажу а я буду хранить на память себе не столько проблема купить все и перетянуть как пораскладывать когда покупаешь много продуктов на несколько дней на большое количество людей я ума не приложу где это все хранить может быть как-то в гараже но там Томик поставил свой мотоцикл блин моя машина там не так много места теперь наверное я его подожду и пусть он что-то выдумывает он у нас хороший логист ни за что не угадайте что я сейчас буду делать вам не кажется это водка я буду делать домашний ликер к нам на Рождество всегда приходит рафл и я тут что-то на кухне кручусь а он попивает себе сладкий ликер и я никогда не делала домашний а в термомиксе есть много рецептов я конечно сначала планировала сделать яичный ликер думаю начну с ликера из конфет коровка вот такие в Польше но я думаю что они везде продаются как карамельки и девочки представляете такую красивую бутылку я купила еще наверное осенью всего за 2 евро я думала что мне приснилось нет 2 евро стоила бутылка такая красивая граненая и это тоже может быть прикольный подарок вот у нас подружка Кася она делает такие домашние ликеры у нее тоже есть термомикс и она очень часто в качестве подарка передает бутылочку и здесь множество разных этих рецептов так что мне сегодня необходима водка вот это рецепты ну а что коровка и это сгущенное молоко но не сладкое которое добавляют вот в кофе часто в Польше например но продается в каждом магазине даже в супермаленьком 7,5% жирности что-то еще я никогда не делала но такие ликеры очень популярны в Польше адвокат называется мне больше ничего не надо ну что ж давайте сделаем будем угощать гостей нам надо измельчить конфеты у меня 250 грамм что-то они так плохо распаковывались можете их отдельно измельчить в блендере и потом только долить сгущенное молоко но я же смешаю все и потом это буду измельчать от этого сгущенного молока у меня пол литра у меня конечно мощный блендер он неплохо справился и теперь это все подогреваем на небольшом огне постоянно мешаем чтобы полностью растворить конфеты 5 минут доливаем 300 миллилитров водки так с вами болтаю сейчас как вылив все и хорошо размешиваем все ликер готов у меня вышла практически целая бутылка я побоялась что будет слишком поэтому остаток вылила в бокал для шампанского на самом деле но я люблю подавать в них и панакоту и такие ликеры свекровь любит ликеры и рафл как минимум конечно это нужно все охладить сначала дать остыть ему а потом поставить в холодильник и можно также подавать например с кусочком льда как аперитив он еще станет более густым но бутылка конечно вообще супер за 2 евро скажите попробую еще найди такое поэтому когда встречаю что-то недорогое красивое то приобретаю вот так идешь кому-то в гости можно взять с собой подарочек я потом еще яичный сделаю пока никого нет дома я покажу вам часть подарков которые приехали и которые я буду упаковывать я занимаюсь покупкой подарков в нашей семье так что дед мороз оля готова к запаковке дедушке я купила пола заказывала на заланды и как раз были тоже хорошие скидки это ральф лорен но цена у него была еще более менее нормальная я уже знаю его размер знаю какие цвета он носит и вижу что пола который я дарила ему в прошлом году он носит не снимая на все торжества так что пришло время обновиться и я знаю что он останется доволен свекрови я заказала роскошный набор от бренда стиллаутер она говорит что ей всегда подходит уходовая косметика и декоративная которую я подбираю поэтому когда спросила что ты предпочитаешь она на твое усмотрение я сама очень люблю эту линейку advanced night repair сыворотка у меня была а здесь получается полноразмерная миниатюра да и еще полноразмерные кремы тут и под глаза и что-то в миниатюре я заказывала на натина и мне кажется что более выгодная цена чем например в сифоре без скидки со скидкой там приблизительно одинаково но как-то в натина мне было удобнее заказать и не выжидать каких-то там дополнительных скидок они всегда специально сначала делают наценку а потом типа вот вам скидка еще была миниатюра туши в заказе я не стану ничего забирать тон ланком и сыворотка jennifig я сразу заказала еще и белой красивой коробочке с бантом просто проверила все ли в порядке так что завяжу бантик и подарок даже не нужно упаковывать а это подарок для моей мамы то что ей всегда нравилось но я знаю что она сама себе этого не купит по разным причинам а я считаю что желания должны исполняться здесь классический чокер диор очень красивая упаковка с такой тяжелой звездочкой я так понимаю что это новогодняя именно упаковка диор не стану открывать пусть она получит вот это настоящее удовольствие я думаю что она будет в шоке заказала такой под золото состаренное я очень довольна своими сережками у нее был день рождения мы задолжали подарок поэтому решила купить что-то особенное для томека это знаете сама я до такого точно не додумалась бы это не единственное что я ему заказала потому что у него скоро день рождения короче это водонепроницаемый комбез на мотоцикл если я его распакую я боюсь что я его просто-напросто не скручу и не сложу обратно он сам его выбирал он белого цвета наверное короче теперь все что для мотоцикла ему очень надо и все вот это оно такое дорогое какой-то комбез несчастный стоит 100 евро ну что ж надо значит надо мы сложились пусть тоже человек катается даже в дождь несколько символических подарков мы никого не оставим без презента из гостей и я купила то что мне самой нравится и надеюсь что они тоже оценят у меня было много стаканов подобного плана не помню девочки откуда они у меня где-то увидела и взяла думаю точно пригодятся если не кому-то в качестве подарка то мне стаканы с двойным дном для кофе для чая для чего угодно и мне как-то больше нравится вот эти кружки стаканы без ушка без ручки но они бывают абсолютно разными высокими низкими и еще прихватила свечу из пепко показывала вам боже у них была просто вообще офигенная простите за выражение коллекция столько много всего удачного она очень красивая маленькие большие у меня были супер и второй наборчик такая же чашка как я себе взяла это тоже пепко и только гляньте какая потрясающая свеча она в виде елочной игрушки открывается одна часть пустая а вторая наполнена воском еще и с вот такой вот штучкой это очень красиво правда поверьте мне это как раз тот вариант о котором я всегда говорю так красиво рассеиваю цвет ну да как бы видите что и себе беру и на подарок и это все правда недорого так что можно купить и себе или порадовать кого-то из близких и дорогих вам людей мне кажется неплохой такой наборчик чисто знаете символический но приятный завтра святой вечер я сегодня целый день проторчала на кухне потому что нужно было приготовить обед к нам приехали гости часть поехала дальше а конечно же мои родные остались дома и сейчас почти 12 часов ночи без 15 наконец-то готов сырник если получилось вкусно я конечно рассчитываю на то что да то я буду печь точно такой же на новый год нас пригласили друзья нас будет много поэтому как раз размер то что надо я пеку такой сырник впервые вот видите он такой я очень устала простите голова не сильно варит уже значит с тестом дальше масса творожная еще такая как бы пенка запеклось все дам ему остыть и завтра должно быть супер вкусно я готовила по рецепту из термомикса и зачастую когда много хороших позитивных оценок то все выходит завтра покажу вам маму тетю двоюродную сестру сегодня дала им отдохнуть и мои украинские эльфы помогали мне запаковывать подарки посмотрите как много и это еще не все вот мы специально убрали все из под елки потому что боюсь что юки попробуют это на зуб часть подарков мы украшали такими шариками еще чем-то но везде есть ленточки что-то в этом году мне не хотелось делать декорацию на каждом но зато они в одной цветовой гамме и мы еще повесили вот такие открытки с подписью для кого эти подарки чтобы ничего не напутать потому что много и потом уже забываешь подарки для детей кстати так и не приехали но я выкрутилась из ситуации кое-что заказывала им так и мама что-то привезла с тетей поэтому они без подарков точно не останутся еще для и у касси надо организовать какой-то пакет здесь для нее игрушки там всякие штуки вот положим под елочку завтра и будем распаковывать детек по традиции уже будут все это вручать а это это я до сих пор кашляю блин это я делала гирлянду на стол вот она сейчас неровненькая но вообще прикольно получилось я просто нарезала хвою разных видов это обычная ель ой а что такое перекрутилось немного завтра буду выравнивать это мой нубелис голубой и это будет большая гирлянда на стол завтра буду все украшать как хорошо что мне помогают мои родные я практически все приготовила часть конечно же будет готовить еще и мама томока и рыбу принесет папа а потом уже все на само рождество я буду готовить сама так как у нас будет много гостей на празднике я решила сделать еще один десерт это рождественская звезда вот уже подошло тесто я показывала вам рецепт пару лет тому назад я оставлю ссылку внизу в инфобоксе сейчас не стану повторяться но это настоящий хит я знаю что вам тоже он очень понравился поэтому готовьте кто еще не попробовал и тот кто возможно забыл и еще знаете это вкусно выглядит конечно феноменально это производит впечатление и многие до сих пор помнят что я готовила два года тому назад что я пекла эту звезду Оля а помнишь ты делала такую рождественскую звезду так что в этом году решила повторить так же можно сделать с творогом я не пробовала но как-то мне кажется что мак это прямо знаете чисто рождество рождество все вот эти вот праздники новогодние и с творогом я обязательно попробую не помню как там делается начинка но с маком настоятельно рекомендую вам берусь за работу и потом буду собирать себя а то я до сих пор в пижаме хотя уже почти время обеда все тут копошусь копошусь но я хоть выспалась маком Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снимала-снимала начало, но это капец. Я же сама не рада, что затеяла. По-моему, хулебяка будет лишней. Выкладывала лосось. Сделала вкусную начинку. Тушеные в белом вине овощи. И грибы. Это должно быть супровкусно, между прочим. Овощи так пахнут вообще. Ох, если это сейчас развалится, вот это будет интересно. Овощи так пахнут. Овощи так пахнут. Овощи так пахнут. Я видела не так защипываю. А как, мама? Давай быстро. Я не знаю... Овощи так пахнут. У нас была полоски порезав. И потом косичка пахнет. Я думала так, чтобы листик подошел. Там косичка ее пахнет. Ну ладно. Нет, подожди. Вот так я его переверну. Тише, 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 тише. Ну, короче, наверное, было бы сложнее вот эти сделать. Если честно, вы не должны ничего есть, только ждать по традиции. Да, мы знаем. Я не знаю, что из этого получится теперь. Ну, вначале было так. Субтитры делал DimaTorzok О, боже, а, друзья! Это выход скрывается круто! Давай снимать, круто! Ты же хотела показать красивый калат? Нет. Я запомнила! Ты, Валя, найдёшь мне ножницы, плиз? Да. Все решили попозировать. Это самое! Давай! Ты потом нам снимешь это кино или это самое? Это кино? Сюда идти, Лена. Пойдёте! Оно работает! Нет. Оно не так. Надо ещё подойти к камере. Простите! Андрей, я прохриваюсь! Андрей, я прохриваюсь! Я прохриваюсь! Еда будет подаваться в процессе. Два раза! С готовности! С готовности! Видите, теперь в этом году не я тут на кухне нарядная. У меня целая команда поддержки. Тётя Валя жарит. Что ты жаришь? Лучок! Получок! А, это к вареникам. Вот, собственно говоря, вареники. Вареники с творогом и с картошкой. Это у нас грибной суп. Будем ещё варить пельмени, т.е. ушко. Будем жарить крокеты. Это, кстати, делала не я, к счастью. Грибами и с капустой. Это рыба по-гречески, которую, ауч, не покажу вам, потому что горячая. Я вчера делала её. Это размораживаются крокеты. Постный борщ, с которым я вчера танцевала пару часов. Вроде как просто бульон, но он меня вчера запарил, честно вам говорю. Это к постному журику к картошечкам. Уже готовая. О, звезду надо посыпать сахарной пудрой. Я об этом забыла. Кулебяка слегка обалдела. Я, наверное, слишком раскатала тесто, но очень вкусно. Я в следующем году буду пытаться сделать более аккуратно. Это уже Томек съел кусок. Достала ликер, который мы с вами делали в начале влога. И будем угощать гостей. Подарочков становится всё больше. Если вам интересно, что здесь делает табуретка, это табуретка Рафала. Он хотел именно ту, которую можно ставить в душевую кабину, чтобы мыться сидим. Оказывается, такое тоже существует. Это маленький эльф. Будем, да, скоро открывать подарочки. Это Томек, мой красавчик. А что ты пьёшь? Ликер я достала. Узвар. Узвар? Да. А, да, такой тёмный. От виски что-то не отличается. Виски? Виски, виски. Правильно, не пугай меня. Игнат уже просто не может дождаться подарков. Он нашёл ещё вчера ночью. Пильнуй, чтобы никто бы не украд. Один. О, нет! Ну, это будет. Углуй, вот. 2, 4. На 2, 5. 3. Лучше. Виски, талик. 2, 5. 2, 28. Мирик. 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 А, она удивилась. Талик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Такая традиция в католической вере, в семье моего мужа, и она тоже принялась. Мне очень нравится, я каждый раз плачу. Ты подходишь к каждому члену семьи, к близкому человеку, что-то желаешь, что тебе хочется пожелать, и дальше можно обняться, поцеловаться, тут уже кто как хочет, мы близки, поэтому у нас это выглядит именно так. Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, у Юки была очень классная вечеринка. Смотрите, растащила бумагу от подарков, у нас еще были друзья, расходимся, уже поставили посудомойку, и теперь нас ждет грандиозная уборка. Это не учитывая того, что я сейчас мариную ребрышки, опять же, из того, что остается за кадром, все как у всех, или даже немножко хуже. Я на полном серьезе. Завтра у нас снова гости, поэтому потихоньку начинаю подготовку к завтрашнему днем, но, скажем так, без фанатизма, потому что я только замариновала ребрышки, и все. Я отправляюсь ко сну, а Томака ждет уборка. Я пас, потому что я сегодня и вчера тут готовила все, так что, мне кажется, заслужила отдых. А сегодня у нас, собственно, Рождество. Очень здорово, когда тебе помогают. Все происходит в пять раз быстрее. Мы уже потихоньку начинаем выставлять блюда на стол, горячие на сковородках, кое-что прикрыто. И ждем родственников Томака на обед. Сегодня все в серебре. Так, как я вам говорила, меньше ели, кто там переживает. Я каждый год объясняю, что на святой вечер мы по порядку подаем все блюда, а на Рождество уже наставляем так, как привыкли все это видеть. Решила в этом году использовать подсвечник, которому несколько лет. Он из Юска. Сюда добавила елку, амелу. И будем трапезничать. На этом я прощаюсь с вами. У нас довольно громко. Будем уже подавать все на стол. И на этом пока-пока. Надеюсь, вам со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И до встречи совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok